Таджики – удивительная нация. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, почему таджикам скоро станет быть модно. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Мы уже когда-то рассказывали о том, что многие таджики боятся раскрывать свою национальность, считая, что тогда его не будут так уважать. Но скоро это совсем изменится. Певица Маниша – одна из многих талантливых выходцев из Таджикистана. А ведь и она могла когда-то остаться на своей родине, представлять свою страну. Как могут делать это сейчас сотни других таджикистанцев, быть у них для этого условия, будь они нужны своей стране. Уже сегодня в англоязычных СМИ появляется все больше текстов о солнечном крае Таджикистане, невиданной для иностранцев стране. И дело вовсе не в конфликтах последних дней, что очень радует. Обратив внимание мира на себя, Маниша автоматически привлекла внимание к своей родине. И так могло бы быть с каждым выдающимся нашим соотечественником. Если бы страна умела ценить таланты своих сынов и дочерей, таланта ведь у нас хватает. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Я тоскую, наверное, больше по детству. Когда было беззаботное детство в Душамбе, когда ты не думал о времени, не думал о границах, не думал о государственных или культурных каких-то вещах, которые отличаются между собой. Проблема в том, что выбиться удается в основном тем, кто покидает родину, из-за того, что чувствует свою ненужность, невостребованность, бесперспективность. Страна выталкивает таланты, рождает их и отправляет на экспорт. А ведь как мог бы преобразиться Таджикистан, если бы он делал все, чтобы одаренные люди оставались там, где родились и работали, творили, изобретали и воспевали свою страну дома. Конечно же, Таджикистан прекрасная страна, и мы не хотим ее ни в коем случае обидеть. Мы хотим лишь отметить, что все еще не упущено, что сейчас самое время, самый удачный шанс получить новый виток развития. Сейчас, когда наша страна, благодаря нескольким заметным фигурам, стала мелькать в СМИ, стала привлекать внимание и вызывать интерес, самое время инициировать программу поддержки молодых кадров. Те, кто еще вчера стеснялся своего происхождения, кто шифровался, именуя себя персом или иранцем, кто не верил, что название его страны что-то скажет другим, сегодня они поднимают головы и говорят «Я таджик» с гордостью и болью. Болью, потому что их страна часто оказывается для них не матерью, а мачехой. Таджики выбиваются в люди наперекор и вопреки, и не чувствуют ни поддержки, ни внимания, ни одобрения. Напротив, зачастую серая масса людей часто выступает против них. Все мы знаем такое понятие, как шовинизм, и, к сожалению, таджики очень часто с ним сталкиваются. Эти настроения живы до сих пор, точнее, доживают. Мир меняется, и восприятие таджиков уже не будет прежним. И мы будем не родиной московских дворников, а страной талантов. Потому что именно сейчас они набирают обороты. Можно посмотреть на много миллионный инстаграм Дины Саевой, нашей соотечественники, также художника Джамы Джурабаева, которому выстраиваются очереди, в которых стоят Джордж Лукас и Стивен Спилберг. Они и многие другие, ведь они все наши. Но Таджикистану они почему-то оказались не нужны. Ну, стерлись мои взаимоотношения с Таджикистаном, что приезжая, я все равно себя немного чувствую другой. И, наверное, это больше вызывало во мне грусти, чем ощущение, что я живу в России. Список знаменитых таджиков будет только расти. И как же хочется, что вместе с ним росло и благосостояние нашего родного края. Вы даже не представляете, каким колоссальным капиталом обладает страна. Это огромный человеческий капитал. Нужно дать людям шанс проявить себя, помочь воплотить их идеи, создать условия для самореализации тех, кто вступает в жизнь и плоды этих трудов. Эти инвестиции и авансы дадут всходы быстрее, чем кто может подумать. Мы все и каждый в душе знаем, что Таджикистан победит. Потому что это прекрасная страна. Давайте множить не поражение, не лелеять комплексы маленькой страны, не замыкаться и не отгораживаться от мира, а побеждать, как это делают наши соотечественники. У нового поколения есть все шансы. Лишь бы чуточку помогла им власть, чтобы они не кричали о помощи и уезжали на чужбину, а развивали собственную страну. Каждый из нас может это сделать. Мы в это верим. А вы свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.